Приветствую вас. Дело не столько и не только в том, что, ну, нормально или нет, то, что происходит. Дело, скорее, в другом. Дело в том, что вас задевает то, что делает ваша жена. Вас задевает то, что она уезжает отдыхать без вас. Вас задевает то, что она уезжает отдыхать с точкой. Ну, я так думаю, что вас это задевает. И, на мой взгляд, вот нужно определиться вам с тем, с чем именно задевает вас действие вашей жены. Чувствуете ли вы себя менее значимым из-за того, что она делает? Чувствуете ли вы себя ненужным? Или, может быть, детьми вы оставаться не хотите? Или, может быть, что-то еще есть, какие-то еще вещи есть, которые вас беспокоят, тревожат и так далее. А в этом направлении, ну, по-моему, на самом деле. А не в том направлении, что нормально это или нет. Потому что норма у каждого своя, и жена, честно, хочет побыть просто без вас с тещей и все. Вот. А здесь в том, что есть все еще интереснее, чем с вами. Это уже вопрос особенностей вашего, скажем так, взаимодействия. Поэтому, тут нужно смотреть, и смотреть на то, в первую очередь, насколько вы, например, интересны своей жене. Насколько вы, например, ну, вы востребованы у своей жене, насколько вы значимы для нее. Вот. Потому что из вашего сообщения мне, например, показалось, что жена относится к вам в некоторой степени обесценивающе, в некоторой степени она пренебрежительно к вам относится. А это, в свою очередь, говорит о том, что и вы сами также пренебрежительно относитесь к себе. Вопрос только в том, какие для этого есть основания, почему вы относитесь к себе так. Может быть, это связано с условностью вашей ценности, которая упирается в деньги, что вы зарабатываете. Может быть, это связано с общей неуверенностью в себе. Может быть, это связано с тем, что вы чересчур сильно зависите от своей жены, чересчур сильно нуждаетесь в ней. Честно говоря, не знаю. Но, совершенно точно знаю, что подобная позиция, ваша позиция, не принесет ничего хорошего. Совершенно точно знаю, что подобная ваша позиция, кроме как повторение такой ситуации с вашей женой, не принесет. Вот. Совершенно очевидно, что ваша жена знает, что вы не будете гулять налево. Совершенно очевидно, что ваша жена знает, что вы в ней нуждаетесь, чувствует вот это и пользуетесь этим моментом. Пользуетесь тем, что вы знаете, что вы никуда от нее не денетесь. Вполне вероятно, что вы такой вот чересчур домашний, семейный, чересчур преданный человек. Являетесь ли вы эгоистом? К сожалению, нет. Почему вы, к сожалению, не являетесь эгоистом? Потому что будь вы эгоистом, в первую очередь, вы любили бы себя. Будь вы эгоистом, в первую очередь, вы бы действовали для себя, культивировали бы любовь к себе, и ваша жена к вам так бы не относилась. Скажется, вообще, может быть, был бы другой человек, либо ваша жена относилась к вам по-другому. И будь вы эгоистом, вы бы совершенно спокойно восприняли бы действие вашей жены, и просто стали бы по-другому как-то себя радовать. Потому что эгоист всегда поймет другого человека, действующего также эгоистично. Ваша жена действует в некоторой степени эгоистично. Но именно действие эгоистично, она становится более ценной как личность, потому что это ее выбор, это ее действие, и она делает то, что хочет. А вы то, что хотите, не делать. Ну или, по крайней мере, в меньшей степени. Являетесь ли вы в данном конкретном случае любящим человеком? Нет, не является, потому что если бы вы любили свою жену, вы бы хотели, чтобы она была счастлива. И если она поехала куда-то, значит, это то, что делает ее счастливой. А это, в свою очередь, означает, что вы были бы довольны. Этого не происходит, значит, именно здесь любовь не проявляется. Что касается того, что вот вы говорите, что не ходите, не пользуетесь одной женой, чтобы ходить налево, я полагаю, что подобная мысль пришла вам не случайно и не впервые. Вы задумывались о том, чтобы изменить свою жену. Вполне вероятно, что вы не получаете от нее того, что вам хотелось бы. Вполне вероятно, что вы не получаете от нее того, что вам было бы нужно. Вполне вероятно, что вы не получаете от неё, ну, того, в чем нуждаетесь, и вас эта вот невыдовлетворенность приводит к тому, что вам хочется, ну, женского внимания, детского тепла, возможно, секса более такого яркого, вот, что и обуславливает ваши мысли об изменении. Соответственно, очень желательно, чтобы вы более активно выражали своей жене свои желания и свои чувства, не обижались, не обвиняли её, а именно выражали свои чувства и свои желания, и адекватно реагировали бы на, к примеру, её нежелания их удовлетворять. Что касается того, что вас оставили в течение, вообще здесь момент взаимоотношения, ваше взаимоотношение с детьми очень важно, потому что, если у вас всё хорошо с детьми, если вы любите своих детей, то ничего страшного в том, что вы остались с детьми, нет. А, то главное, что детей вы любите, а значит, есть время провести с ними, есть время провести с ними, есть время, которое вы можете провести с ними. Ну, нет ощущения, что вы от этого счастливы, честно говоря. Есть ощущения, что вы от этого скорее больше не счастливы, чем счастливы, и вопрос, который я хочу вам задать, заключается, звучит так. Почему? Почему? Нет ощущения, что вы счастливы остались со своими людьми. Вот. Что касается отдыха, то, ну, у жены вот есть такое представление об отдыхе, что она может отдыхать с тёщей. Если вы адекватно выразите свои чувства и эмоции по этому поводу, вот, то вы увидите, как к жене к вам относится. Главное, не бояться этого, главное, не бояться узнать её отношение к себе, потому что это может стать для вас неожиданностью, и далеко не всегда эта неожиданность является приятной. И дальше уже от этого, как говорится, плеса. То есть вы увидите, как к жене к вам относится, если вы выразите ей именно свои чувства и свои переживания по поводу того, что произошло. И, соответственно, это будет, это позволит вам, так сказать, увидеть, какие у вас реальные отношения. Потому что сейчас ваша жена просто вам пронебрегает. С другой стороны, она может хотеть побыть и с тёщей. С другой стороны, ей может что-то не побывать в отношениях с вами. С другой стороны, ей поднимуты интеллектные родители с тёщами с вами, с своей мамой. И это тоже момент, это ваш ответ. Тут нужно понимать, что вот за то, что случилось, несёт ответственность не только она, но и вы. Вы тоже приложили к этому руку. К примеру, если вы зависите от неё, если вы нуждастесь от неё, она чувствует, что вы, ну, слабее ниже, чем она, то нет ничего удивительного в том, что она будет, что, ну, что ей не хватает какого-то вот такого, может быть, ну, может быть, мужской силы, мужской уверенности в себя. Вот, хотя это, безусловно, безусловно, ну, как бы, под сомнением, безусловно, это под сомнением, потому что неизвестно, так это на самом деле или нет. Вот. Так вот, такой момент, такая история, и я надеюсь, что вы какие-то выводы сделаете. Я очень надеюсь, что какие-то решения вы примете по изменению своих действий, по изменению своих паттернов поведения, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом.